Привет, ребятки. Привет, мои хорошие. Вы на канале Дневник Самоделкина. Это канал о моей жизни. Дел сегодня много, ребят, но самое главное дело... Жора, самое главное дело, ребят, надо пересадить кролика отдельно, чтобы он пообвыкся и будут под него, к нему подсаживать вот этих крольчих, вот этих, которые в клетках сидят, именно в клетку к нему, не так, как одного к троим, а сделаю это все несколько иначе. И, ну, кто был на стриме, знает. Дело в том, ребят, что меня напугали, предупредили, я не знаю, как правильно сказать, что может быть та ситуация, что самки в какой-то из период подкидывания самца, отгрызли ему шурундулу. И, возможно, он сейчас, в принципе, просто не шурундульный и в силу этого, ну, не в состоянии оплодотворить крольчих. Сейчас будем это дело проверять. Давай, 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 пузырь, давай. То есть мы не только кролика пересадим, но еще проверим его в шурундулу. Опа, неси. Давай, подлец. Жора, не лезь сюда. У нас тут операция яйцо. Рыске, быстрый. Рыске. Как брусли, его брат бруслай. Поймал. Похоже, и правда, шаров нету, что ли. Вот это, да? Сейчас посмотрим ближе. Тихо, тихо, не снижьи. Не. Ест. Ух, я аж вздрогнул, думал, правда, шаров нету. Такой кролик, думаю, классный. Остынь, Жора. Сажаем, сажаем его тогда в клетку. О, блин, кто-то пришёл, нафиг. Всё. Пускай отсиживается, осваивается, а когда уже, ну освоится кролик, подсадим наших кроличьих. Надеюсь, будет более удачный опыт, чем с бункером. Хотя, надеюсь, и с бункером у нас всё получится. Сейчас надо слить творог, уже скис. Его совсем чуть-чуть, сейчас расскажу, почему так получилось. Потом, ребят, что у нас сейчас два клиента на молоко, ну появилось, молока стало меньше, клиентов стало больше и молоко не успевает собираться. И вместо полной кастрюли, как это обычно, видите, там совсем ничего осталось. Ну как бы тоже творог, но вместо полутора килограмм, там грамм 700-600 получится. Тоже же, как бы, еда. Поэтому сейчас сливаем. И надо будет, ну чуть молока насобиралось, тоже сейчас покажу. Хоп. Ну тут совсем немного, 3-3 литра и чуть-чуть. Ну, грубо говоря, 6 литров. Как я уже говорил не раз, со 100 грамм, со 100 грамм молока, ой, с литра молока получается 100 грамм или сыра, или творога, или сметаны. Да. Но в нашем случае и сметаны, и творога, потому что будем сепарировать. Даже мало, несмотря ни на что, просепарируем. Какой-то творог, ребят, получился мелкозернистый, что ли, как манка. Первый раз такой не видел раньше. Что-то странненькое. Получился, ребят, получился один кувелдик, но мощный. Такое ощущение, что тут больше килограмма, кило двести. Еле запхал его, ну, в одну эту тряпочку, марлечку. Теперь, соответственно, надо вымыть тщательно кастрюлю, греть молоко, сепарировать и показывать, что из этого получилось, объём произведённой продукции. Пиш! Хоп! 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 Сейчас, ребят, пока нагреется молоко, я за это время банки помою, тут посуду, сепаратор соберу и приступим к действу, к деянию, к созиданию молочной продукции. Супер! 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 Ну что, ребят, я посепарировал, помыл сепаратор, соответственно. Всё чётенько. Сейчас покажу, что получилось. Вот столько сметаны вышло, я не знаю, полулитровая, по-моему, баночка. Ну, это сливки, не сметана, но будет сметаной. И вот столько, и вот столько будущего творога, ребят. Поставил себе водичку, сейчас хочу пельменей наварить, родители угощали, домолепные. Пока Иришка молоко повезла, тут моя доза 33 пельменя. Сейчас. Ай, сварю это великолепие! Ира торжественно пожертвовала эту долю пельменей в мой адрес. Пельмяши, пельмяши, да чего уж вы хороши! Ай, пельмяши! Чтоб не прилипли. Сейчас они быстро, их мало. 5 сек. Куда собался? Пошли! Ну и подлеется. Давай, пробздись. Ну как бы, как раз и я думаю, пока пельмени закипают, погашу свет во всех сараях, чтоб вот этого аттракциона не было. Блин, ну как вот это называется, когда приезжает цирк, шатер разбивает, ярмарка. Нам этой ярмарке не надо, тушим свет, уже в принципе, рядышком, время, минут 40 и абсюрдно потушил, тушим сейчас. Пельмяши, пельмяши, да чего уж вы хороши! Вот они демоны, демоны жрут! Спать, спать ребята! Спокойной ночи, малыши уже закончились. Ну типа того. Сейчас я эту погасим. Жора! Ты где, подлец? Жорикус! Выпустил его чуть-чуть погулять, и он пошёл погулять не чуть-чуть. Жора! Он с пузырём своим, под прицепом сидит. Жорик! Закрываю! По боку. Вот сейчас только двери закрыл, сейчас начнёт шкряпаться. Уже вода начинает воронку накручивать, не бульхотить, но, оп, но вот это начинается. Вроде сварились, ребят, наука не хитрая, как бы поэтому легким движением руки пельмени превращаются в пищу полезную питательную вкусную и дарующую энергию мне сейчас переболтать надо четко все будет сейчас хоть один попробую на вкусовые качества попробую передать осознанно они в потере сознатель в который раз убеждаюсь ребят какое дерьмо магазинные пельмени по цене домашней но если купить мясо налепить получается даже дешевле магазинах но в крайнем случае такая же цена будет смотря какие пельмени насколько они лучше насколько вкуснее импозантней мне периодически бывает карта памяти пропадает просто выключилась камера потом раз нашла 5 и опять начала записывать в общем ребятки наслаждайтесь только домолепными пельменями не покупайте магазины я пошел есть попробую смонтировать что-то всем пока всем добра до встречи мы вас любим до скорой встречи я думаю следующее видео мы не заставим себя ждать она выйдет совсем скоро пока ребят если не подписаны подписывайтесь оставайтесь с нами мы вас любим